Куда мне идти? У-у-у-у! Что, я же забыл? Крули! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами отправляемся в очень загадочное путешествие на поезде-призраке. Скорее всего, это будет очень стрёмная история, поскольку это игра от Chilis Art. Мы прямо сейчас погружаемся в эту безумную, скорее всего, историю, как обычно в их стиле они делают. И, кстати, не спрашивайте, почему у меня такие сальные волосы. Сегодня так надо. Я не должен вам всё объяснять, всё. Играем. Кенсуки Танака. Пол, мужчина. Так, и работает в страховой компании. Он менеджер страховой. 42 года. Я так понимаю, это наш протагонист, тот, кем мы играем. 7,24. Это время, или это 7,24 июля? Погодите-ка. А, это почти что сегодняшний день. Сейчас уже 26 июля, это день, когда я записываю эту игру. Почти что попал прям в точку. Забавное совпадение. Итак. Немножечко есть времени перед тем, как я сяду на поезд. Я бы... Мне бы не помешало немножко покурить. Нет, это бы помешало тебе очень сильно. Не делай этого, друг мой. Боже мой. Моя глотка просто высохла. Надо что-нибудь взять. А еще у меня желудок болит. Примерно в это время. Не хочу держать все внутри, всю поездку. То есть тебя как бы сейчас несет. О-о-о-о. Это такие воспоминания набивает мне. Был один раз в момент, когда я настолько сильно у меня крутил желудок. И мне нужно было срочно в туалет. А я был в метро. И ехать до дома мне еще было очень долго. Мне настолько было больно и плохо, что я чуть не потерял сознание. Я не знаю, каким чудом я добрался до дома. Так, мне кажется, нужно... Да, мне нужно облегчить себе жизнь. Перед тем, как мы сядем на поезд адский, прямиком в ад, идущий в преисподнюю, в самую клаку, в жерло вулкана, я должен освободить свое жерло. Если вы понимаете, о чем я. Что мне надо сделать? Как мне извержение устроить? Ага. Мы это уже сделали. Бумажка. Нет. Кто мы такой, чтобы пользоваться бумажкой? Какой-то слабак, что ли? Нет. Вытерся рукой. Стряхнул. И пошел дальше. Да, мы даже, скорее всего, нет, не будем мыть руки. Это для слабаков, как я уже сказал. А мы можем бежать-то, я не понимаю. Да, это как будто бы бег. Он прям на 1% быстрее, чем ходьба. Ну, видимо, здесь не нужно будет особо убегать. Так, мы можем взять какую-нибудь прикольную газировочку себе. Сососола хочу купить. Да, купить. Как приятно он попил. А, какие-то суицидальные плакаты здесь. И кролик выглядит милым, но какая-то не очень приятная картинка все равно. Кричащий от страха кот. Эта игра будет очень страшной. Полно скримеров. Смотрите, что это такое. Это остановка такая? А, это курилка. И что? Что надо сделать? А. Ах, ты куришь. Значит, стоишь и куришь, да, в наглую. Ну, раз ты куришь, тогда выкуришь сейчас при мне всю пачку сигарет. Будешь знать. Надеюсь, тебе станет плохо. Боже мой, мы стоим и дышим этими выхлопами своими же. Это очень плохо, ребят. Никогда так не делайте. Не берите пример с этого протагониста. Вот он работает в страховой компании. Он же должен знать, какой риск у смерти людей и курящих. Насколько он больше. Как много они страховок выплатили. Слышите? 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 Едет. Или, да, едет. Едет. Вот он. Объявляет, видимо. Поезд приехал. Будьте странны, какой странный поезд. Какой-то военный немножко, если честно. Хотя я не знаю, как особо выглядят военные поезда. Не, похоже на российскую электричку. Зеленая, такая грязненькая. Мы заходим. В общем, мы зашли. И вот здесь нас будет ожидать что-то потрясающее. Или ужасающее. Или усмешающее. Я не знаю. Кстати, теперь. Я должен пойти и сесть на свое любимое место. Второй диван в углу. Что? Или вагон. Наверное, второй вагон. Угловой диван второго вагона, да? А где здесь первый вагон? Мы в каком? В третьем? В втором? Сколько было всего вагонов? Я не заметил. Опа! Женщина сидит. Так элегантно на носочках ножки стоят. Как будто бы она балерина. Вы балерина? Мэм? У него добрые глаза. Но это выглядит крипово. Она та, которая всегда гоняет на последнем поезде. Я хочу оставить ее в покое. Я устал. И я думаю, она тоже. Хорошо. Оставим ее в покое. Я хотел познакомиться, но с дрейфиум. И просто списал это на то, что я устал. Не сегодня, не сейчас. Ладно, давайте, видимо, нам сюда нужно съесть. Это наше любимое место во всем метро. У меня нету любимого места в метро. Все, все. А! Блин! Что это? Что это такое? И она смотрит на меня. Просто муха сидела на моем глазном яблоке. Слышите? Как будто я в кустах был в лесу ночью. Мы только что проехали мою станцию, что ли? Или это просто мое воображение? Может быть, я могу поговорить с кем-нибудь, кто сможет это подтвердить? Давайте с мадам поговорим. Вот и повод познакомиться. Что это было у нас сейчас на глазах? Я не понимаю. Какая-то огромная муха стрёмная. Женщина, здрасте. Вы видели, что сейчас произошло? А, да, я видела. А, видимо, когда в кавычках это говорит она. Но я не могу... У меня недостаточно энергии, чтобы сделать что-нибудь на этот счет. Эээ, ну, хорошо для тебя. Это была моя остановка. Мне придется теперь брать такси до дома. Мне стоит поговорить с кондуктором? Как мило с ее стороны. Очевидно, что она устала, потому что работала сверхурочно. Это видно по ее глазам. Нет, 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 спасибо. Я не могу позволить вам этого сделать. Я сам пойду. Вы можете остаться здесь и отдыхать. Хорошо. Дайте мне знать, если вам нужно что-нибудь. Ах, хорошо. Какая добрая, милая женщина. Отзывчивая. Что это? Я думал, это какие-то записки. Что за звуки? Кондуктор. Мне нужно найти кондуктора. Хорошо, пойдемте искать кондуктора. Что? Звуки страшные. Как будто кто-то стучится в дверь. Вижу. Человек стоит. Он как будто приближается ко мне. Хотя это я к нему иду. Как-то он неприятно стоит. Он что, бухой? Он что-то держит в руке. И улыбается. Слышите? Что? Аааа! Это та самая муха. Нет, это сверчок. Сбежал? Бзз. Трое сбежали. Как? Бзз. Я тороплюсь. Вы не могли бы отойти в сторону? Сбежали. Я не в очень хорошем настроении. Бзз. Это нехорошо. Он не слушает. Что бы там ни было, мне нужно дать ему то, что он хочет. Трое сбежало. Вот что это за муха сидела. Это даже не сверчок и даже не муха. Это цикада. И цик... Опа, вот. Первый нашел. Она сидела у меня на глазу. Надо найти все три. Видели это? А, это тени цикады. Хорошо. Надо найти их три. Одна точно будет... Что это? О, блин, чуть себе не закрыл. Одна точно будет... Вот она! И в моем вагоне еще должна быть одна по-любому. Где я был. На моем месте, возможно, сидит. А где мой вагон? Где женщина? Куда делась? Женщина? А, вон она. Это я что? Иногда заплетается язык. Извините, пожалуйста. О. О. Неприятно. Это значит, она где-то здесь? Нет, где она? А, вот она. Офигеть. О, жуть. Хорошо, мы нашли три цикады. Раз, два, три. Да, все. Нужно вернуть ему их. Что? Что? Что это? Что это? Что это? Ты кто? Это муха летит? Цикада? Какого дьявола? А? Неприятно. Я не понимаю, каким образом цикады перебрались из одного вагона в другой. Чувак, видимо, шел через весь поезд на свое любимое место. На, забирай. Вот твоя цикада мерзкая. Где там еще? Я думаю, я сразу все отдам. Забирай. Забирай. Все, он отошел в сторону, наконец-таки. Первая победа. Первый квест выполнен. Где он? Бзз. Коричневый. Не в очень хорошем настроении. Окей. О, вот он, говнюк. Он стоял прямо перед кабиной кондуктора. Какой он неприятный. Эй. Вам что-нибудь нужно? Мне что-нибудь нужно? Да, я хочу, чтобы поезд остановился на следующей станции, пожалуйста. Вы забыли остановиться на предыдущей. О, неужели? Я, наверное, зазевался. Я извиняюсь за неудобства. Мы подготовим вам компенсацию. Пожалуйста, оставьте ваши контакты. Здесь. Что? Что мы делаем? Мы оставляем ему контакты. Мобилку ему даем свою. Он очень крипово выглядел. Мне кажется, голос, который я ему сейчас сделал, довольно-таки подходит. Он как-то даже... У меня нет времени и энергии, чтобы жаловаться на железнодорожную компанию. Я просто рад, что ничего серьезного не произошло. Я оставлю это. Спущу это на тормозах в этот раз. Я не очень хочу завтра на работу. Что я делаю с моей жизнью? 25 июля. О, это тоже игра цикличная. Как и предыдущие игры Чилл и Сарт. Мы будем каждый день спускаться в метро. И каждый раз будет немножко отличаться от предыдущего. Хорошо. Какая у нас задача? Что-то необычное? Что-то изменилось? Посмотрите. Купить напиток? Купить напиток. А, ага. Я так полагаю, мне нужно еще и в туалет сходить тоже. Пойдемте сходим. Да, и правда. Ритуалы. Это самое главное, друзья. Вашу рутину нужно превращать в ритуал. И тогда ваш организм будет жить очень хорошо и чувствовать себя хорошо. И он будет более предсказуемым. Что это было за... Я споткнулся обо что-то? Я так понимаю, сейчас нужно пойти и подымить немножко. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это плохо, чувак. Ты так себе вредишь, ты просто не... О-о-о-о. Что происходит? Что происходит? Почему эта лампа мерцает так? Сейчас она погаснет. И там будет какой-нибудь человек. Да? Что-нибудь. Какой-нибудь монстр. Демон. Сатана. Тот кондуктор. Криповый. Или он вообще сейчас здесь, сзади меня стоит. Выходим? Ладно, выходим. О-о-о. Она перестала мерцать. Сейчас будет... Все окей. Все окей. Нету зла. Хорошо. Опа. Едет. Чудюх-чудюх. Чудюх-чудюх-чудюх-чудюх-чудюх-чудюх-чудюх. Смотрите, как я четко остановился. Дверь прямо возле меня встала. Почему мы сюда заходим здесь, интересно? Потому что мы близко к курилке стоим, я понимаю. Зачем я идти через всю станцию. Итак. Здесь мы не пройдем. Это, кстати, до конца. Ага. Подожди. Мы разве в эту дверь заходили? Мы, по-моему, в ту заходили. Ты, походу, всегда спаунишь в самом конце вагона. Ладно. Идем вперед. О-па. Леди. Вы здесь. Уже сидит немножко в другой позе. Она снова здесь. Не буду врать. Часть меня чувствует комфорт. Видя ее здесь. Может быть, мне следует ее поговорить? Она очень хорошенькая. Давайте поговорим с ней. Но вот это вот. Вот сейчас она просто, просто максимально жутко выглядит. Эй. Подкатим, да, ребят? Как мы умеем это делать? Обычно я никогда бы не стал вот так вот вторгаться в личное пространство. Но я чувствую, что лед между нами треснул. И я полагаю, что это благодаря предыдущей ночи. Ну, инцидента прошлой ночью. Мы не проводили ночью вместе, к сожалению. Эй. Ну, не «эй», не «эй», конечно, переводится, а «привет». Вы безопасно добрались до дома вчера? Да, к сожалению. В смысле, к сожалению? Почему? Если вы не против, что... Если вы не против поделиться, я весь ваш. Спасибо вам. Но здесь не о чем говорить. Уже больше. Слишком поздно. А? Я не думаю, что когда-либо бывает слишком поздно. Особенно поговорить с кем-нибудь о ваших трудностях. Нет! Нифига себе. Слишком поздно! Извините. Было очень тяжело. И я бы не хотел об этом говорить. Пожалуйста, просите меня. Хорошо. Я уверен, что вы уже меня много раз видели, но... Я обычно на этом поезде в это время. Поэтому, эм... Хорошо. Я буду иметь в виду. Да, если что, я здесь всегда катаюсь. Вот, если что, я к вашим услугам. Что было? О, господи. Господи. О, там какой-то человек сидит. Ладно. Я даже не знаю, нужно ли нам сесть. Наверное, нам нужно сесть. Давайте сядем. Не будем... Идти куда не надо, куда не просить сейчас. Туда позволяют идти, но... Что это за маленькая... Маленькая тварина стоит здесь с глючным свитерком. Что? Кто ты? Мальчик из ада. Какого дьявола? Что за... А, маленькая девочка здесь делает. Ребенок должен... Не должен ходить вот так вот поздно в поезде один. Папочка? Я тебе не папочка. А, да, ты выглядишь немного иначе. Ну, теперь иди к своему папе. А, насчет этого. Я не могу вспомнить, где папа. Что? Я бегала за цикадами, которые видела на окне. А теперь мне очень страшно идти одной. Мистер, не могли бы вы меня проводить и найти мне папу? В любом случае, я не могу позволить ребенку бродить здесь одному и потеряться. Кажется, у меня нет выбора. Черт. Да, конечно, идем. Я и... Спасибо, мистер. Ладно, идем. Куда? Где твой папа? Как он выглядит? Как выглядит твой папа? Эй, мистер. Что? Мне кое-что нужно вам сказать. Что? Я... Я забыла, как выглядит твой папа. Как это вообще возможно? Мне кажется, потому что он выглядит как мужчина средних лет. Поэтому я подумала, что вы мой папа. Я думаю, единственный способ это поговорить с каждым, кто выглядит как мой папа. Окей, блин. Вот незадача. Я так понимаю, это твой папа. Или, погодите, с каждым? С каждым. Стоп. Сэр? Почему лица все в тени у них? Тут вроде нормально освещено все. Сэр! Простите. Извините, что побеспокоил вас. Вы случайно не знаете эту девочку? Что? Нет, не знаю. Мои, ну естественно, он так скажет. Ладно, это не твой папа. О, у нее есть лицо! И ты хромаешь, кажется, бедная. Твой папа тебя бьет? А что-то у тебя в руках. Какой-то маленький флюгер, да? Который крутится на ветру. Почему ты хромаешь? Стоп. Если я буду бежать... Она будет бежать. Но тоже прихрамывая. Вот, сэр! Ты выглядишь точно так же, как и тот чувак. Ну, типичный мужчина средних лет. Простите. Извините, что беспокою вас. Вы случайно не знаете эту девочку? Эх, нет. А что? Ищите ее родителей? Да, она сказала, что она была здесь с отцом. Это редкость для такой маленькой девочки здесь быть одной. Что не так с людьми в наши дни? Ну что ж, удачи тебе. Блин. Да быстрее бы ее спихнуть уже. Может быть, ты? Ты похож на ее отца. Ты стоишь вместо того, чтобы сидеть. И ты похож все-таки на того чувака. Точно такой же, по-моему. Простите. Вы случайно не знаете эту девочку? Нет, я не знаю. Я думал, что вы ее отец. Я видел, как она спит рядом с вами все время. Что? Это самое странное, что я когда-либо видел в последнее время. Ха-ха. Ничего смешного об этом нету. Придурок. Думаешь, я это делаю, потому что я хочу? Блин, девочка. Сколько еще? Сколько еще мы вагонов даже пройти? Здесь нет твоего отца. Нет, там еще один вагон есть. Вот там точно будет отец. Ага, отец. Не отставай там. Так, ну-ка поднял голову. Узнаешь девку или нет? Быстро. Нет. И не говорите со мной. Не может быть. Ее отца даже нету на поезде. Или он просто отказывается? Может ли быть, что отец оставил ее одну здесь? Куда? Что? Что? Куда побежала? Стой! Девочка! Фига, она быстро бегает. А притворялась хромой. Мне кажется, это я хромой здесь. Куда ты метнулась? Куда ты метнулась? Остановите эту девочку! Черт возьми! Убежала. Прям очень далеко убежала. Даже дверь закрыла за собой. Она убежала в последний вагон. Ааа. Так, я не думал... Я не знал, что вы отец. Нет, я не отец. Она мне не дочь. Она каким-то образом к вам родственница? Каким-то образом... Нет! Почему она делает такое лицо? Тогда кто вы? Я просто незнакомец, которого она приняла по ошибке за своего отца. Она хочет, чтобы я пошел с ней искать его. Ааа, хорошо. Я обеспокоилась. Что? Но я бы никогда. Она подумала, что я бы бросил свою дочь вот так в поезде. Нифига. Где она? Блин! Куда она делась? Да куда она делась? Вот она стоит. Стой, блин. Достала меня. Женщина исчезла. Что? Цикады? Цикады повсюду. Ооо, жуть начинается. Смотрите, смотрите. Где мы находимся? Этот поезд вообще едет уже не по рельсам, кажется, а в межзвездном пространстве, где все возможно. А значит, это могут быть не цикады, а банкноты 100-долларовые. Больше денег мне. Вези меня к богатству. Что это? Девочка опять убежала. Девочка. Сейчас опять сзади появится, да? Что? Блин! Что это было? Что это было? А! Мы здесь. Это моя станция. Что это было? А, боже мой. Походу у меня стресс. Я не могу даже отличить сон от реальности иногда. А, это был всего лишь сон. Но мы... 26-е! 26-е! Это сегодняшний прям день. 26-е июля. Прикольно. Какой милый котик. А! Слепит, блин. Я устал. Что ж, я полагаю, сегодня тот же самый ритуал. Сначала в туалет. О! Хорошо. Давайте выходим. Кто-то здесь. Кто-то идет. Нет! Блин. Стоп, чего я боюсь? Это же просто человек. Я же нахожусь в общественном туалете. Только странно, что он видит, что это закрыто. Смотрите, сколько он там наматывает бумаги. Хочет самого лучшего для своей попки нежной. Ну-ка, постучимся к нему? Так же, да? Устроим ему стресс немножечко. Ладно. Пойдемте промочим глотку. И немножко... Немножко сбросить... Выпустить пар, так сказать. Вот. Чтобы не было дыма видно... А! Нет. Мой персонаж просто глубоко дышит. Глубоко дышит. Да. А! Дышит глубоко. Это он просто пыль стряхивает со своих плеч. Что за? Что за? Что за? Что за? Что было? Лампа погасла. Все. С каждым днем будет все больше и больше ламп гаснуть. Выходим. Нет. Я сказал выходим. Yes. Yes. Выходим. Хорошо, сейчас придет поезд. Я уже не знаю, откуда ждать подвоха. Откуда ждать боли. И страданий, наверное, от этого кота. Это последний скример в этой игре будет. А, едет. Ну-ка, давайте зайдем в другую дверь в этот раз. Давай, давай, давай. Вот сюда. Можно зайти. Как-то изменить этот ход событий. А, нет. Мы все равно, видите. Мы все равно в самом конце поезда. Ну, ладно. Снова сейчас будет эта женщина. Что? Что? Что это? Что это? Что это? Потемнело внезапно. Один. Появилась цифра. Ее не было. Что? Что происходит? Женщины нету. Вы что? Что произошло? Ее нету здесь. Что? А! Куда мне? О! Что это? Что это такое? А? Я не понимаю, что это такое. Просто знаки вопроса. Слышите? Молодец. О, нет. Молоденец плачет. Почему? Полтергейст прям сразу начался. Ух. Нет! Нет! Что мне сделать? Из-за того, что такой контраст сильный, я не понимаю, что конкретно здесь лежит. Если честно, напоминает коврики для йоги. Свернутые только. Ладно, идем назад. О! Сядем здесь. Хорошо. Я не могу двигать мышкой, если что. Что? О, нет, мне не нравится это. Что происходит? Затмение? Ну, электричество выключили? Что-то не так с этим поездом. Какое сейчас время? Два часа ночи. Он уже давно отстал от графика. Я должен поговорить с кондуктором. О, блин. Мне вот в этой темноте идти. Мне, блин, в этой темноте идти. Нет. Какую сторону? Вот сюда. Нет. Нет. Стоп. Я туда вообще иду. А, стоп. Это один. А, мне вот сюда надо идти. Вообще красиво. Заметили, что в этот раз графика лучше гораздо? Хотя эта игра вышла года два назад. Обычно Чилл и Сарт используют более такую примитивную графику. Но здесь очень красивая игра. Цветом. Чувствую, как будто какой-то лейзер-тег играю. Черт, слишком темно. Слишком. Что за звуки? Не нагнетай самому себе. Просто иди. Кондуктор. Вот твоя цель. Пятый вагон. Черт. Кондуктора нету. Фу. Как я испугался. Испугался поворачиваться назад. Ну, если там закрыто, значит, надо идти назад. И сейчас что-нибудь будет другое, да? Что-то надо найти. Какой-то уже вагон. Третий. Ты кто? Кто такая? Я тебя первый раз вижу. Сволочь. Так. Что-то не так? Да, ты не так. Что не так? Вы что, не видите, что этот поезд странно себя ведет? Я попытался пойти к кондуктору, но дверь заблокирована. Как вы можете быть такой спокойной? Что вы слышали? А? Что? Я могу вам помочь только если вы слышали голоса из реального мира. Даже в момент... В смысле, даже в момент кризиса? Поэтому, пожалуйста, скажите мне. Что? Что ты имеешь... Так, я слышу кусты. Ну, в смысле, кусты. Я слышу цикад, сверчков в кустах. В каком порядке вы слышали их? Что вы слышите? Погодите. Цикады. Это правильный ответ? Смотрите. Начать заново. Неважно. Лес. Фестиваль летний. Колокольчик храма. Цикады. Что? А-а-а. Погодите. В каком порядке я слышал? Надо начать с первого. С первого вагона. Так. Давайте начнем заново. И я сейчас приду. Мне нужно назвать... Я в каждом вагоне буду что-то слышать, походу. Слушаем. Слышите? Это птицы. То есть, типа, лес, наверное. Да, хорошо. Это будет лес. Потом второй вагон цикады. Сейчас, женщина, сейчас приду. У вас лицо перекосило. Сейчас, секундочку. Третий вагон. Что? Ага. Это колокол. Четвертый вагон. Я слышу воду. Хорошо. Это прибрежные воды. А это, кажется, карнавал. Все, отлично. Лес. Цикады. Колокол. Море. И... Пятое. Все просто. Все, все. Я знаю правильный ответ. Итак, сначала был лес. Потом цикады. Потом колокол храмный. Потом... А что там у нас? Пляж. И летний фестиваль. Другой мир говорит, что вы и правда слышали голоса из натурального мира. Ну, видимо, реального мира, имеется в виду, физического. Другой мир позволил мне позвать помощника. Он будет здесь в любую секунду. Когда поговорите с помощником, поезд должен остановиться. Блин, это очень жутко. Это очень жутко. Что за помощник? Кто это будет? Как проводник, скорее всего. Опа. Как проводник. Такое ощущение, как будто мой персонаж уже умер давно. И моя душа просто проходит некое чистилище. И мы ждем появления проводника, который нас отправит в иной мир, видимо. Он уже сказал про другой мир. Вот и проводник, судя по всему. Давайте поговорим с ним. Здравствуй, проводник. А-а-а. Ну ты и крип. А-а-а. Вы проводник? О чем ты говоришь? Кто ты? Он притворяется или нет? Погоди секунду. Я знаю тебя. Ты тот... проблемный ученик старшей школы. В моей старшей школе. А-а-а. Ты не изменишься никогда. Мистер Шимизу. Какая ностальгия. Он тот, кто спас меня от отчисления. Без него я бы не был на такой должности в такой компании сегодня. Но, мистер Шимизу, почему вы здесь так поздно? Это мое хобби. Садиться на последний поезд и ехать перед тем, как лечь спать. А-а-а. Он странный чувак. Никогда не меняется. Тем не менее, сейчас не время для воссоединения. Сэр, этот поезд не остановится еще несколько часов. И я боюсь, что этот поезд никогда не остановится. Может быть, я могу что-то сделать? А-а-а. Я понимаю. Ладно, слушай внимательно, парень. Ты должен сойти с поезда перед тем, как достигнешь конца путей. Моя-а-а. Мой пункт назначения в самом конце, поверь мне. И ты туда точно не хочешь. Будет три остановки перед тем, как ты сойдешь. А, где ты сможешь сойти? Тем не менее, ты должен выбрать правильную. О, как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как. Будет три анонсирующие мелодии проиграны на каждой станции. Когда ты услышишь ту самую, которая звучит на твоей домашней станции, сходи с поезда. Иначе я не смогу тебе помочь позже. Поэтому будь осторожен. Хорошо. Я не помню мелодию! Опа, мы приехали на станцию. Нет! Не помню я эту... О, рыба с руками и ногами. Ладно. Я не помню эту мелодию. Блин, я не помню какая была! Вы говорите, но он имеет в виду станция домашняя, где вот мы домой приезжаем, но... Откуда я знаю? Мы только видели станцию, на которую мы садимся. Тихо. Это? Я не помню. Наверное. По-моему, похоже на ту. Ну так часы играют, неприятно. А что будет, если я... Я проиграю? Или я угадал? Я не понимаю. О, да. Шестое августа. Окей. О! О! Ты здесь, кондуктор! Кажется, твоя карточка нечитаемая. Это странно. Она работала вчера. Вы можете меня пропустить в этот раз? Я не хочу пропустить свой поезд. Погоди, погоди секундочку. Даже не думай пролезть тут. Если твоя карта не работает, иди и бери билет. Черт, у него синдром вахтера, да, походу? Вы что, не можете мне помочь купить новую карту? Э, получить новую карту? Не могу помочь. Тебе придется сделать это днем, в рабочее время. Я не могу помочь тебе в это время. Блюдокая. Что мне теперь? Протисну сейчас. Оп! Никак. Я сейчас опоздаю на свой поезд. Что мне теперь? Такси ловить? Что это за проход такой? Как здесь люди проходят в час пик? Ладно, это мои шаги. Все окей, все окей, все окей. О! Какое большое пространство. куда меня куда мне идти вот сюда видимо такси как темно нет я не могу здесь пройти о смотрите купить билет а мне же билет нужно купить да я что-то подумал что мы сейчас все выйдем к это на улицу ладно что и как будто бы слышал сейчас какие-то шаги о нет я правда слышу шаги здесь это за столб забежала быстрее вниз кондуктором не с ним как-то спокойно если честно все начинать нагнетать нагнетать начинает я иду не так как надо идти он исчез ладно сейчас да есть ура давайте вот здесь здесь быстрее спущусь ох на станции к это уже комфортно словно я дома что о блин о блин они закрыта теперь мне придется держать в себе это все я обосрусь что это а бушак начинает гудеть черт сейчас остаться нет я лучше пойду к свету она ползет ко мне я не знаю что это значит уже отсюда курилку ездят смотрите прям совсем темно стало сейчас будь по очереди выключаться до что опа поезд спаси меня как я рад впервые рад на тебя сесть быстрей сейчас будет свет выключаться по очереди на раз два три и все и потом ко мне что сейчас было что я сел и раз я подумал что я спрыгнул на пути случайно хотя че радость тут будет еще хуже скорее всего бы лучше бери такси чувак такси такой жести не будет максимум он будет просто говорить по телефону очень громко на громкой связи это самое страшное ладно закрыто окей садимся что это за звуки опять так сейчас опять что-то будет перед глазами да нет все хорошо ладно но что то появится сейчас мы просто при просто приехали вы угораете надо мной опять не остановился это уже не смешно а он проехал мою станцию опять нарочно это сделал так меня это не устраивает кондуктор блять иди сюда теперь я накатаю жалобы оооо я такого там напишу про все напишу ничего не скрою никаких поблажек детский труд рабство коррупция все все было все присутствовало я все это видел где ты опять нету что я могу сам управлять поездом хорошо давай заднюю заднюю давай поезд никак не реагирует когда я жму что тут есть дырка для ключа походу мне нужно ключ чтобы управлять им сейчас далее будет о нет слышите блин я не могу не могу открыть дверь все что это мы на улице нет а теперь ооо нет оооо как много крови у этой девочки было все пропиталось аааа мерзко и мокро ооо смотрите отражение женщины но ее здесь нету она стала призраком они все здесь призраки это дед женщина другая женщина вообще всех кого я постричал что это ооо это же флюгер это той самой девочки и девочка то оооо блин кто это это чувак с цикадами теперь они есть только в альтернативном мире в отражении что это трость 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 мы сейчас найдем предметы каждого человека опа смотрите бутылка бутылка я алкаша не видел здесь что это кто здесь сидит девочка с с кем-то а стоп это я она спала рядом со мной но я здесь не спал слышите слышите а блин кто стучится и там дед сидит а это что туфли все все конец так я нашел раз два три четыре предмета кстати говоря мне походу их надо размещать да на соответствующих сиденьях блин кто же там ломится то почему итак деду вот сюда да сюда трость но был еще чувак с цикадами я не нашел ничего связанного с ним может быть цикаду нужно найти давайте внимательно идти смотреть так здесь девочка хорошо очень интересно слышите как будто как будто кто-то идет но это не то что я иду я слышу свои шаги ну как будто еще слышу иногда доносится что-то как-то фантомно блин господи помилуйте меня а здесь чувак с цикадами но я не могу мне нечего тебе положить извини пока я не понимаю где что-нибудь для тебя куда ты должен взгляд упасть мы найдем ага здесь женщина сидит и про пивас я тоже не понял вот смотрите так хорошо это с цикадами вот еще один везде где красное освещение а вот чувак и видите у него бутылка в руках кто такой я тебя вообще не видел ну ладно просто видим рандомный чел какой-то и последнее есть мы правильно расположили что 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 было что это мне кажется мне нужно в кондук в к блин кто-то ломится нет нет мы остановились мы остановились кто кто это ломится в дверь кто это ломится в дверь куда куда мне идти куда мне идти что это бежим косой это смерть это смерть она за мной Я могу бежать Благо мне Быстрые ноги, как оно мерзко ползет Да, как громко Все, 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 окей, все, окей Бежим хорошо Кондуктор, гони Отсадяй вагоны Фига мы Далеко у оторв... О, да, выходим Есть Правильно, все Мы выбрались О О О О Где это наш дом? Кисараги Кто тормозит? Что? Что? Мы сами выходим на рельсы? Мы... Есть поезд? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Смотрите Что это такое? Это телефонная будка? Да, и там, кажется, кто-то стоит А, нет, это мое воображение нарисовало Хорошо, телефонная будка Офигеть, где мы находимся Окей Заходим Блин, что, я сейчас толкнул себя? Не понял Типа, если я так стою Ау Да, просто по роже себе ударил Ладно, звоним Эта телефонная будка принимает только 10 или... 100 йен Монетки По 10 или по 100 А у меня только 10 и 50 Ау, черт Похоже, у меня только один шанс Кому позвонить? Ох, ни хрена Сколько опций А что здесь? Правильно Полиция На станцию Такси Другу Боссу Давайте другу позвоним Что за друг-то? Ладно, давайте другу позвоним Алло Эй, это Чоу Это я, Кенсуки О, Кенсуки-чан Я помню тебя Чоу был хорошим другом С младшей школы Его настоящее имя Чашима Юта Чашима Юта Мне он нравится Он Ему можно доверять Он энергичный И Заботливый А зачем ты позвонил мне? Ты думал обо мне? Я просто смотрю телек Там говорят про Странное нашествие цикад А, про редких цикад Или типа того Цикады, да? Я не очень хорошо разбираюсь в цикадах Но я помню Я помню как один студент Всегда приносил Их с собой в школу В шестом классе я Да Это было в шестом классе У парня Парень принес Целую клетку Цикад Террариум целый Я бы понял Если бы там были Какие-нибудь Жуки Носороги Но зачем цикады? Они громкие И раздражающие О, и о том парне У которого был Террариум Я помню Как ты взял и убил Всех Всех их Всех жуков Во время Во время перемены Это было немного жестоко Не думаешь? Не, это было Даиши Плакал Очень много На этот счет Сказать честно Я тебя немного Побаивался тогда Ну Больше нет Я рад Что он Не принимает Не воспринимает Это всерьез Я был В плохом состоянии Тогда Но это не важно Мне нужно Чтоб он меня Забрал Эй Мне нужно Чтобы ты Повесили трубку Что я делаю? У меня Больше не осталось Мелочи Мне кажется У меня нет выбора Кроме как пойти Вдоль Рельс Интересно Как Блин Нет Туда снова Опять, да? Опять туда? Вот туда? Да? Боже мой Это явно Призрачные Рельсы И сколько Нереально Будет идти Я вижу Это последний Фонарь Нет Все Конец Пути Темень Мрак Мурашки По коже Мурашки Блин По коже Потерянные На станции Игра Чиллес Арт Студии Окей Мы получили Одну из концовок Давайте посмотрим Можем ли мы Получить еще Концовки Мы снова Здесь Благо Чекпоинт Недалеко Совсем Давайте теперь Попробуем Позвонить На станцию Станция Должна Помочь Мне Спасибо Что позвонили Это Тори Но Ха Стейшн Да В общем Я Сел на последний Поезд На станцию Юсаги Спасибо Что Используете Пользуетесь Нашими услугами Вы потеряли Что-нибудь Нет Я звонил Потому что Мой поезд Не остановился На станции И я должен Теперь На станции На которой Я должен был Сойти И Извините Мне очень жаль И я не знаю Где я Я просто хочу Попасть домой Мне очень жаль На какой станции Вы сейчас Она называется Кисараги Станция Кисараги Кисараги Так Подождите Секундочку Пожалуйста Поторопитесь К моему сюрпризу К моему удивлению Она ответила Практически Тут же Мгновенно Мне очень жаль Но Я не могу найти Станцию Под названием Кисараги О боже Я звоню Ей с того света Кстати говоря Судя по гуглу Кисараги Стейшн Есть Такой фильм Который вышел В 22 году Это японский фильм Режиссер Дзиро Однагае Прям так и называется Станция Кисараги Это что Отсылка Хотя не может быть Такого Ибо Игра эта вышла Два года назад Но это очевидно Из какой-то Крипипасты Взято Окей Да даже любопытно Что Но я же видел Название станции Телефон повесили Вы говорите Что этой станции Не существует Я в Кисараги Я в Кисараге И это Без сомнений Это сотрудница Станции Думает Что Я видимо Пошутил У меня Не осталось Больше мелочи Мне придется Пойти Вдоль Рельс Как долго Такое время В средней школе Вот эти звонки Они Как будто бы сделаны Чтобы просто узнать Немного О герое Потому что Видите Только что Нам в предыдущий раз Рассказали Что Мы Как-то перебили Всех насекомых И нас побаивали Потому что У нас что-то было Не так с головой В то время А сейчас Вот наша жена Теперь есть Да Моя девушка Она всегда так Всегда готова Выслушать того Кому это нужно Телефон повесили Было трудно Понять его Ситуацию Но Если его девушка Начала плакать То вряд ли Он сможет Меня Сегодня забрать У меня больше Ничего не осталось Окей Мне придется Снова это сделать Теперь Звоним боссу Алло Это Като Мистер Като Это мой босс По его запросу Все зовут его Като Синпай Все его окружение В основном Молодые люди Но его очень уважают Я могу Сказать Что он Очень заботливый Начальник И заботится О всех своих Подчиненных На Личностном уровне Като Синпай Это Кенсуки Танака Кенсуки Что с тобой Синпай У вас есть время Конечно Говоря Кстати об этом Когда ты был В младшей школе Помнишь Даиши Мичишита Твоего Одноклассника Или его звали Даиши Такахаши Да Помню Почему сейчас Но сейчас Вообще Нету времени Я знаю Что это Дело Прошлого Но Я не могу Перестать Думать О нем Внезапно Бедный парень Его родители Прошли через развод И я помню Как его отец Всегда приносил Цикад В террариуме Я смутно помню Как счастлив Он был Когда Когда получал Этот подарок От отца Но почему Даиши Почему ты Исчез Вот так Что И только теперь До меня дошло Что ты Возможно Что-то знаешь Я помню Один раз Когда Он упоминал Твое имя Он Алло Трубку повесили Я надеялся Что он меня заберет Но я не смог Ничего сказать Что я делаю Окей В этот раз Получается Он знает Про младшую школу Про этих Жуков Хм Что-то со мной Не так С моим персонажем Звоним в такси Вызывать такси Это самое верное Спасибо Что позвонили В ЦУРу такси Это женский голос Довольно таки Редкий Да потому что Мужским голосом Говорит Большинство таксистов Мужчины Я бы Хотел заказать такси Куда нам Подъехать Чтобы подобрать вас Ну Насколько я вижу Я на станции Кисараги Никогда не слышала Об этом Что это за Настрой такой Если ты не знаешь То просто Почему бы Тебе не поискать Могу ли я Узнать Ваше имя Пожалуйста Я Танака Кенсуки Танака Мистер Танака А вы Случайно не Муж Эйка Танака Да Но А Значит Это вы Якая А подруга Эйка Что Тут все Как-то связаны Кай Это подруга Моей жены Еще со Средней школы Прошло два года С того инцидента Я Надеюсь Уже пришло время Чтобы сказать вам это Эйка Очень Сожалела О том Что случилось В прошлом Она Очень Не хотела Чтобы ее муж Узнал В прошлом Что случилось В прошлом Это было В восьмом классе В нашей группе Алло Повесили трубку Прежде чем она Смогла что-нибудь Объяснить По крайней мере Я Дал ей понять Где я нахожусь Но Почему у меня Такое чувство Что она Не придет Что Эйка Спрятала от меня Скрывает Точнее от меня Ммм Неважно В чем секрет Я бы ее все равно Не стал ненавидеть У меня не осталось Мелочи Окей Что же Последнее Это полиция Наверное Это не очень Плохая идея Позвонить В местный Полицейский участок Это Полицейский участок Иноно О Как мы Можем вам помочь Чем помочь Знакомый голос Я уже был В этом участке Это я Танако Кенсуки Ааа Кенсуки Дайте угадаю Это Насчет Вашей жены Снова Нет Мы Расследовали Ее дело Ааа Но Так и ничего Не нашли Важного Нет Это не о ней Хм Прошло два года Уже Да Что с ней Произошло Он вообще Слушает меня Я У меня нет Времени Я должен Сказать ему О своей ситуации Мне нравится Его преданность Делу Но иногда У него Плохая привычка Не слушать Людей Она Внезапно Исчезла Верно И я Понимаю Вас Но Не сдавайтесь Уверен Есть способ Телефон Повесили Блин Я убил Свою жену Походу Ведь у меня Были случаи Когда были Вспышки гнева И у меня не осталось Все Ребят Получается Нету Правильного Здесь Здесь только Есть возможность Просто позвонить Всем И Все Позвонить Узнать Побольше деталей О себе Я не просто так Оказался на этом поезде Это поезд Это реально Чистилище Я Сейчас буду Вместе со всеми Людьми Погодите Это все люди Это все люди Парень Взрослый парень С Цикадами Это тот мальчик Из школы Уже вырос Да 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 Они все Это души Людей Которых я Блин Как это жутко выглядит Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Души людей Которым я навредил А та женщина Получается Видимо Это Да Видите Сюда Lost in the stage Та женщина Которую встречал Каждую ночь Это видимо И есть моя жена И Мне было комфортно В ее присутствии И она говорила Что уже слишком поздно Когда она Сказала Про то Как она добралась домой Там что-то случилось Явно И это Я скорее всего Вспылил опять Убил ее Короче я очень злой человек Вот Это сюжет игры Очень классно Вообще здорово Что Даже если я сказал Полную чушь Сейчас Эти игры Всегда остаются у меня В памяти От Чилы Сарту В таком ключе Потому что С самого приключения Было очень Интересным Было интересно Двигаться вперед Смотреть На просто Вот этот безумие На этот аттракцион И не обязательно Понимать Все Все подноготные Все детали И истории Чтобы Кайфануть от этого Это как Быть на аттракционе И кайфануть от него Даже если ты не знаешь Как его сделать Этот аттракцион Правильно Короче Классно было Классная была игра И надеюсь что будет больше Игр от Чилы Сарта Или других хорроров Советуйте Кстати мне Комментарии Хорроры Прикольные Которых Я Не видел еще Которые я пропустил Какие-нибудь Необычные концепции И мы будем с вами Может быть Их проходить Если мне зайдет Короче Пишите ваши комментарии Пишите мне не об этой игре Ставьте лайк Подписывайтесь на канал И конечно же Жду вас во всех Своих соц сетях В телеграмм Обязательно заходите Там очень много Всего прикольного Постится С вами был Юджин И всем Пять Субтитры сделал DimaTorzok